Утро, мы продолжаем нашу серию полезных мыслей за жизнь, как говорит народ, то есть о жизни. Сегодня мне пришло в голову интересное параллельное сравнение двух процессов, которые кажутся очень разными, но на самом деле из них можно извлечь очень ценную идею. Итак, направление, которое я сейчас хочу чуть-чуть больше развить, это то, как нам учиться у злодеев. Есть целая хасидская мудрость, что у вора мы учимся тому, как он рано встает, как он боится Бога и там боится людей. В общем, целый список того, чего мы учимся у вора. При этом мы не учимся воровать, но учимся качеством, которое он использует для своей деятельности, при этом делая нечто свое, то есть применяя их к позитиву. Так вот, интересная вещь. Мы живем в большинстве своем в демократических странах, и главный подвох таких стран, что политики в этих странах очень зависят от общественного мнения. Общественное мнение – это мнение масс, а массы обычно гораздо более грубые и неопытные, чем элита. И поэтому, если раньше в странах правила элита по праву своей элитности, то сейчас здесь правят те, кто может подстроиться под мнение большинства. Вторая сопутствующая этому проблема, что современные политики боятся совершить ошибку, потому что есть такое понятие антирейтинг, который создается из такого рекорда черного. То есть каждый оппонент для соответствующих своих конкурентов составляет черный список ошибок, и потом он на них настаивает и пытается нажить свой рейтинг не за счет своего успеха, а за счет ошибок других. Поэтому соответствующий политик, он с одной стороны подстраивается под массы, а с другой стороны боится сделать ошибку, потому что принцип выбора не потому, кто глубже и умнее поступит, а потому, кто меньше наследит в пространстве, где можно помещать ошибки. Причем ошибки в наше время – это неоднозначные ошибки, типа промахнулся или плюнул в колодец, грубо говоря. А ошибки – это сложные ситуации, в которых человек посчитал одним способом и вполне разумным оказалось, что, как говорится, что-то пошло не так. И мы сейчас видим, что, вообще говоря, предсказать события в мире становится все сложнее, потому что сюрпризы происходят почти каждый день, какие-то черные лебеди так называемые. И поэтому есть многие люди, например, у меня очень хороший знакомый, он в Киеве создал потрясающий ресторан, куда ходило много людей, кошерный ресторан был, и все было хорошо, пока не началась война, и теперь у него ресторан практически загнулся, потому что, ну, как бы, туристов Киев не ездит. Но он ни в чем был не виноват, в смысле он делал хороший бизнес и замечательный человек. Вот. Но, тем не менее, как бы рассчитать войну – это было, мягко говоря, нереально. Поэтому ошибки – это важная часть опыта, но не в политике, где ошибка – это повод, чтобы злился зацепили. Теперь посмотрим интересную вещь. Есть другой тип общества, который виноватся диктатура. Диктатор – это человек, у которого много интересных моментов, но один из них, что он не очень зависит от мнения остальных, он ликвидирует оппозицию, вот, и любую ошибку его публика переворачивает в какое-то там достижение или умалчивает, то есть он становится безошибочным, и его позиция становится непоколебимой, потому что, ну, как бы он диктатор. Теперь хорошо это или плохо. И ответ, на самом деле, очень нелинейный. Например, мы с женой недавно обсуждали, что среди постсоветских стран довольно интересным успехом стал проект Азербайджана. Вот, и там несколько вещей. Первое, что, как бы там была преемственность, что нынешний Алиев, он там сын прошлого Алиева, который был диктатором при советской власти, и диктаторская семейка продолжит, продолжил работать. Вот, и при этом они все довольно успешно какие-то проекты выполняют, и при этом, как говорит моя жена, действительно, за счет того, что он диктатор, он что-то важное смог продвигать, не отзираясь по странам на то, насколько его будут хейтить его подчиненные, потому что, как диктатор, он создает сам обстановку, а не зависит от других. Вот, соответственно, в России там тоже очень интересно, хотя там, мягко говоря, нелинейно, поэтому люди не так относятся к этому, но тем не менее. Вот, и параллель с этим я увидел сегодня, ну и раньше, но сегодня тем более. Я пишу статьи, статьи или делаю видео, вот как сейчас. При этом мне очень важно, как творческому человеку, продолжать это делать. С другой стороны, мне также важна оценка людей, которые там ставят лайки, или там пишут комментарии, или задают хорошие вопросы. То есть, это важная часть творчества человека, это обратная связь, когда человек видит, что это кому-то нужно, особенно если он не получает за это зарплату, а делает это для души, что называется. Ну, как у меня в частности, то есть я никаких зарплат за свои посты не получаю. Так вот, что интересное, я недавно решил сделать себе группу в WhatsApp, куда я пригласил больше 200 разных друзей, с которыми я дружил в разные периоды жизни, включая киевские, израильские, и, конечно, нью-йоркские, и другие американские. И что интересно, что в WhatsApp есть такая опция посмотреть, кто там захаживает на твою страницу. То есть, когда ты выставляешь материал, ты можешь кликнуть на него, и там будет инфа, и будет список тех, кто зашел. Это не значит, что он прочитал, посмотрел, или там даже обдумал, ну, просто, по крайней мере, зашел. Вот, и я начал думать, вот, в какой-то момент у меня возникло искушение стать, смотреть, вот, насколько человек зашло, вот, там, большинство или меньшинство, а кто не зашел, а вот почему он не зашел, а может, он такой-сякой меня не любит, может быть, ему не нравится, что я делаю. И всякие такие, скажем так, условно, вредные мысли. Почему вредные, сейчас поймете. Так вот, вспомнив про диктатуру, в частности, Путина, я понял интересную вещь, что, например, если какой-нибудь демократ, там, тоже Зеленский, или Байден, или Трамп, или Биби, какое-то действие делают, они, значит, очень там, зависит от того, что про них скажут разные оппоненты, которые будут кричать Ракло Биби, то есть, только не Биби, или только не Трамп, или только не Байден, и всякие такие кричалки хейтерские. При этом, с другой стороны, например, что делает Путин, он, так сказать, зачистил политический Олимп от оппонентов, и поэтому внутри России там никто никогда не оспаривает все, что делает Путин, и поэтому то большинство, которое, так сказать, не очень критическое, оно Путин очень любит, потому что все, что она слышит, что Путин молодец, Путин герой, Путин правильно все поступает, Путин очень крутой. И поэтому, кстати, например, когда произошла гениальная Курская операция, то на внутреннем рынке Путин очень умно поступил, как и раньше, он как бы тошновается, игнор, то есть он говорит, ну как бы там есть маленькая проблемка, там какие-то террористы зашли, мы держим ситуацию под контролем, мы как-то сейчас говорится, мы остановили продвижение, мы там просылаем туда войска, мы там назначили контртеррористическую операцию, мы назначили кого-то во главу этого дела, и никто не спрашивает, кто-то он вообще разбирается в этом деле, эта операция преуспела, сколько там погибло этих самых операторов и так далее, или то, что они сами своих разбомбили, какую-то колонну, вот, все это никого внутри России не интересует, потому что все знают, ну окей, значит, там кто-то там вторгся, то есть для самой России это любое событие фактически не является проблемой, потому что власть, которая, так сказать, которой рулит Путин, она прекрасно справляется с любым вызовом, то есть слово вызов, оно является для России способом просто, так сказать, показать, что все нормально, никаких проблем, все под контролем, так сказать, а если там кто-то чего такое, где у нас порой, так это или они сами, или еще что-то, в общем, короче говоря, их совершенно не волнует ничего мнения, вот они его сами формируют фактически, то есть общественное мнение не выясняется, то есть нет социологов, которые проводят опросы, а даже если есть, то эти опросы держатся закрытыми, а есть именно политологи или там идеологи, которые сами его формируют, то есть они всегда говорят, что все хорошо, что Путин гений, и поэтому с точки зрения самооценки у Путина она всегда прекрасная, потому что ему всегда расскажут, какой он молодец, и как важно, чтобы он был молодец, чтобы его подчиненные это чувствовали, его уверенность в том, что он молодец. Теперь, перекладывая это на творчество, я понял интересную вещь, например, когда я смотрю, сколько людей зашло на мою страницу в ватсапе, то есть очень опасный рецидив, если я буду смотреть, сколько людей не зашло, и буду думать, вот, а вот он не зашел, почему, а может быть он меня не любит, а может быть он там нашел что-то плохое и перестал меня читать, а может быть он то, а может быть он это, а может быть он там что-то про меня узнал, а может быть я что-то не ту букву написал, и может я его обидел, и таким образом начинается паранойя, то есть когда человек начинает выискивать, где бы еще может быть что, какую-то проблему вычислить в этом ситуации. Теперь что я в итоге сделал? Я в итоге понял, что самое неправильное это считать, сколько людей зашло, сколько не зашло, потому что у каждого человека есть какие-то свои проблемы, свои нюансы, и поэтому то, что я делаю, я наоборот, я просто беру список тех людей, которые, да, зашли, при этом я не очень интересуюсь, они прочитали или просто зашли, и радуюсь каждому из них, потому что это кто-то из моих друзей, кто по Киеву, кто по Израилю, вот, и я просто вижу тех людей, которые зашли для того, чтобы порадоваться, потому что вот это мой, это имя моего друга, то есть я сразу вспоминаю самого человека, благодаря тому, что он зашел, и дальше иду смотреть список дальше, в зависимости от времени, там, я трачу на это 5 секунд или 20, вот, могу там поностальгировать, вспомнить, как мы там с какими-нибудь Геной Белорицким или с Сашей Фридмаром делали какие-то интересные проекты или вместе дела, и поэтому, когда вижу благо список все мои друзья, то я просто, и даже не считаю их, просто смотрю, кто зашел, и радуюсь тому, что вот они зашли и таким образом напомнили о себе. Поэтому, друзья мои, когда вы заходите на мою страничку в WhatsApp, там, благодаря этой системе, вы даете мне дополнительный повод про вас вспомнить и послать вам, так сказать, лучи любви за то, что вы, по крайней мере, заглянули, даже если вы не прочитали, потому что все равно WhatsApp не показывает, что человек сделал после того, как он зашел. Вот, и я даже не смотрю, сколько людей зашло, сколько не зашло, просто каждый зашедший для меня приятный подарок, знак внимания того, что людям, люди заходят, значит, они не игнорируют, значит, у них продолжает быть интерес. Поэтому такой самый легкий способ для вас послать привет мне, если вы в моей WhatsApp-группе, вот, а для меня самый здоровый способ не напрягаться и не расстраиваться, а просто смотреть, кто зашел. То есть, где-нибудь через часик после выставления материала я смотрю и вижу, радуюсь своим друзьям, которые тут появились. При этом нужно понимать, что с другой стороны я могу, и сейчас сделаю короткий список проблем, почему многие люди не могут регулярно учиться. Дело в том, что вот если вы родились бы в религиозной семье, и начиная там с ранних лет школы, то есть, ешивы, приучались там учить еврейские тексты, сначала Тору, потом Талмуд, то у вас бы возникла некая привычка к дисциплине, и религиозный человек, он там хотя бы раз в день выделяет время для того, чтобы учиться. При этом есть кто-то, кто учится фулл-тайм, то есть полный день, это называется Коля Лилия Шива. Вот если человек, или, например, он холостой, и ему дали стипендию, или его жена мечтала о таком муже, и у меня есть несколько таких праведных знакомых подружек моей жены, моей дочки, которые выбрали мужья религиозных, очень-очень праведных и душевных ребят, которые учатся, а жены их получают хорошую зарплату, и они счастливы, что их муж учится. Более того, такой муж, он не просто учится, а он еще и очень праведный человек в большинстве случаев, и поэтому он потрясающим образом влияет на своих детей. Вот в частности, мой зять, он не такой суперучебный, он ходит и работает целый день, потому что дочка моя пока учится в колледже, и поэтому на его одну зарплату вся семья живет. Но при этом, видя, какой он садик, я вижу, как это влияет на моих внуков. Очень много они принимают от моего зятя, и поэтому садик в семье стоит всех денег, и поэтому гораздо выгоднее иметь мужа садика, который присылает благословения на всю семью, чем требовать от него работы, а потом дети будут теряться, и видя, что родители где-то весь день заняты какими-то бизнес-делами, эти дети потом выпадают из праведного мира. Так вот, есть несколько вариантов подвоха. Например, если человек супер-бизнес занятый или просто занятый, то он для себя говорит, у меня нет времени учиться, у меня надо семью кормить, мне нужно работать, мне нужно бизнес поддерживать. И такой человек проживет всю свою жизнь до пенсии, в лучшем случае, а то и после, потратя на зарабатывание денег, и деньги потом уйдут в расходы, и, в общем-то, этот круговорот денег и товаров, он просто, может быть, в лучшем случае улучшит быт этой семьи, но при этом никуда не приведет самого человека. Поэтому в религиозных, например, семьях самый занятый папа, он находит время, хотя бы там полчаса или час в день, поучиться. Поэтому, если он там такой серьезный, он учит талмуд, но мои материалы тоже в этом плане хорошо работают, по крайней мере, для более начинающих, поэтому вы можете, например, у меня есть знакомые, которые едут на работу в машине или в поезде, или в автобусе, и это время дороги они используют для того, чтобы слушать мои материалы, в частности, и это очень продуктивное использование времени. Я сам, когда у меня иногда получаю работу проводить церемонию где-нибудь там, в другой части Нью-Йорка, еду туда на машине, то я по дороге слушаю чьи-то лекции, и таким образом использую это время очень продуктивно. С другой стороны, если человек на пенсии, у него есть другой подвох, что человек на пенсии очень часто плохо умеет организовать свое время, а время нынче такое коварное, что чем человек старше, тем время летит быстрее, и поэтому человек только проснулся, пошел, сделал то, сделал все, почесался там, прогулялся сам, сходил в магазин, и день закончился. И поэтому у меня, к сожалению, есть пенсионеры, которые тоже говорят, что у меня нет времени на учебу, потому что я занятый, хотя этот человек уже вышел на пенсию, но просто этот человек не умеет контролировать свое время, к сожалению, это эпидемия для большинства пенсионеров. Почему? Потому что у них нет культуры включать в это время учебу или саморазвитие, самопознание, поэтому эти люди, они тоже страдают от, уже не от того, что они суперзаняты, и от того, что они супернеорганизованы. И поэтому я очень советую обоим категориям задуматься о том, как правильно организовать свой день, и поэтому, когда я выставляю там в день один или два, десяти или двадцатиминутных роликов, то я очень настоякно рекомендую использовать их в качестве материала для учебы, потому что я разбираю с вами вещи, как говорит молодежь за жизнь, то есть вещи, которые вам помогут найти себя и организовать себя. Поэтому, когда вы эти материалы читаете, вы становитесь лучше, умнее, умнее, адекватнее и подготовленнее к вызовам, которые наш мир сегодня приносит. И наоборот, если вы там ко мне не заходите и на мою страницу не попадаете, я тоже не имею права по этому поводу расстраиваться, потому что если я буду зависеть от большинства тех людей, которые себя не организуют, то я тогда перестану писать, расстраиваясь по поводу того, что люди не умеют контролировать свое время и им распоряжаться. Поэтому, как у Путина, я научился тому, что я не обязан, наоборот, не должен сравнивать себя с кем-то и проверять, как люди посещают мои ресурсы. В том смысле, что если их мало, если кто-то там под каким-то своим причинам не смог себя организовать, то это не должно для меня быть проблемой. И наоборот, когда я вижу хотя бы несколько человек, зашедших на мою страничку в WhatsApp, для меня это повод порадоваться, что вот есть люди хорошие, которые зашли, а остальные, как говорится, бог им судья, и поэтому не судите, не судимы будете. Те, кто потеряли шанс или потеряли время и не зашли, а потом говорят, ой, сори, мы были так заняты, особенно пенсионеры так говорят, то я только могу посожалеть о вашем неумении контроля времени. Но зато каждый, кто заглянул на мою страницу, меня создает возможность мне порадоваться и послать вам лучи любви и благословения. Поэтому те, кто заходят, они не только получают материал, но еще браху благословения от меня, как человека, который на короткой ноге с высшими силами. И это важно, когда я могу эти связи с высшим миром поделиться с вами, чтобы вы тоже чувствовали себя в связи не с силами жмути, которые пытаются увеличить свое влияние, а с силами сути, которые нас любят. И поэтому будьте организованными, но при этом учитесь у диктаторов, как не зависит от мнения масс, которые очень часто являются, ну, как бы, хвостом. А мы говорим, чтобы мы были в голове, а не в хвосте, и наше окружение тоже постепенно перемещалось в голову, а не утяжеляло хвост, который без нас уже наполняет почти все пространство. Но правильное меньшинство спасет мир, и мы будем среди него.